Там формируется взаимная финансо-контрабандистская сеть с огромными легкими деньгами в условиях падения бизнеса. То есть, как и в Югославии, очень много новых политиков возникнет на волне чудовищного контрабандистского зарабатывания денег. Уже сейчас они скупают собственность, уже сейчас в окружении Киева начинают расти новые особняки. И, казалось бы, бизнес полностью лежит, а у людей появились деньги, и деньги горячие. Ему в течение недели нужно сбыть шесть украденных машин, пару килограмм золота, пять или шесть составов с углем и так далее. И все это нужно немедленно превратить в что-то. Вот люди, зарабатывающие на контрабанде и на войне, но на войне это всегда было, а при всем на контрабанде, скоро попробуют пробиться в политику. Ну да, иначе зачем нам? А иначе зачем нам, да. Точно так, как было в Югославии. Второе поколение югославских политиков, в общем-то, опираются на деньги десятилетней контрабанды внутри Югославии, когда деньги, когда возникали состояния буквально из ничего. Вот это ожидает очень неприятно Украина.